Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми Челло Алонсо. Кубинская актриса впоследствии стала сниматься в итальянском кино и в конечном итоге в 1660-е годы стала секс-символом в США, где была хорошо известна по ролям роковых женщин, пылающих страстью, а также благодаря исполнению чувственных танцевальных номеров. Я пользуюсь Википедией. Челло Алонсо, урожденная Изабелла Гарсия, родилась в городе Камагуэй на Кубе 10 апреля 1933 года. Добилась признания на родине благодаря танцевальным способностям, став сенсацией Кубинского национального театра в Гаване. Вскоре после этого заявила о себе как о новом экзотическом танцевальном таланте в Париже. Ее быстро окрестили новой Жозефиной Бейкер, которая также выступала и прославилась. Называли Кубинской водородной бомбой. В танце она смешивала афрокубинские ритмы своей родины с приемами стриптиза. В качестве киноактрисы Алонсо впервые была замечена на международном уровне после появления в фильме 1959 года «Знак гладиатора», где ее партнерами по съемочной площадке были Анита Эгберг и Жорж Маршаль. Благодаря эпизоду с эротическим танцевальным номером ее фото и имя на киноафишах оказалось самым заметным. После фильма «Пустынная война» 1962 года Алонсо на время оставила кинематограф. Переключилась на телевидение. Следующей ее ролью на большом экране стало то ироническое, короткое и бессловесное появление «Спагетти Вестерни» Сержа Леони «Хороший, плохой и злой». И именно эта роль стала ее самой известной в мире. В 1961 году Алонсо вышла замуж за Альдо Памильо, менеджера по производству и продюсера многих фильмов с ее участием. От него родила сына. После смерти мужа Алонсо переехала в город Сиена в Тоскане в Италии. Она оставила кино и занялась племенным разведением кошек, а также держала четырехзвездочный отель. Ушла из жизни 20 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. Но так вкратце о кубинской актрисе Челла Алонсо, которая в 1960-е годы стала сексимволом США и была известна по ролям роковых сжечь. Пока-пока, до свидания, смотрим фото. Субтитры создавал DimaTorzok